заказал вот такие палочки палочки ванюшки сандаловые здесь написано все на английском языке написано export quality здесь у нас указано eco-friendly ну понятно переработка адрес индийский видимо что интересно здесь еще указано вот такой вот hand rolled in India и ручки такие крутящие эту палочку палочку ванюшку давайте попробуем я заказал ее на узу маркете за 30 тысяч сумм здесь у нас все так заклеено пробуем подожжем почему заказал потому что захотелось немножечко приправить запах в квартире потому что как бы дышим вот что-то готовим тут кушаем бывает сейчас осень еще так сыростью подпахивает я заметил в комментариях что многие пишут покупаю себе вот такие палочки поджигаю и немножечко обкурю помещение она потом прекрасно пахнет они сыростью да то есть у людей реально есть такая проблема вот что квартира пахнет сыростью вот кстати насколько они мощные вот видите коробка даже не скрыта но везде где они лежали все пропахло ими я не знаю их можно даже просто класть наверно куда-то куда хотите где вещи у вас там шкафу лежат например раз там положил и все у вас все вещи будут пахнуть можно даже не не поджигать не использовать эти палочки потому что рядом с ними лежала упаковка с подсолнечным маслом с узом тоже там по скидке заказываем и эта упаковка она до сих пор пахнет она стоит шкафу и в шкафу все что стоит вокруг этой упаковки с подсолнечным маслом тоже пахнет этими палочками я эти палочки потом положил в коробку с другими вещами там с конвертиками с всякой мишурой там дезодорантами и так далее я открываю эту коробку и там просто все пропахло все пропахло этими палочками так что можно думаю даже их бесконечно использовать просто как палочки вонючки были разные кстати ассортимент были подешевле были подороже но как бы вот я взял средней ценовой категории там больше всего вроде заказов был отзывов потому что я искал именно сандаловы с запахом сандала у них вот в этой серии сатья выбор много разного да там есть какой-то опиум есть еловые кстати запах вот хвойный я хотел бы еще хвойный попробовать там розы жасмин и все это есть жасмин тоже популярны некоторые выкуплены настолько что что их уже не заказать то есть надо ждать следующего привоза ну что давайте попробуем поджечь и какой-то штрих-код то есть видимо как-то они действительно экспортируются раньше не видел что внутри были какие-то ручные печати он даже смазалась видно там у нас еще упаковочка такая она знаете она такая вот бумажная как будто а знаете оберточная бумага такая по для подарков номера телефонов есть плюс 9 1 на какой-то индийский реально суши реально не с нее неужели неужели это реально на экспорт сделанный настоящий индийский за 30 тысяч сон так открываем аккуратненько у нас там палочки 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 достаем ну знаете я очень много разных пробовал за 30 лет этих палочек вонючек но скажу что вот эти они действительно похожи очень похожи на настоящие потому что вот это палочка здесь действительно палочка sittinет бамбук по-моему какой тут а вот эта часть которая как бы tail him создает субстанция и потом ее накатывают на вот эту палочку вот здесь вот накатывают так создаются она она осыпается посмотрите то есть это действительно что то ну и раньше я такого не встречала интересы как она будет гореть. Раньше те, которые я брал, они были, знаете, как будто они такие твёрдые, сухие, как будто вот их налепили кусок и запекли. А это действительно, видимо, какая-то обсыпка-присыпка. Ну, узнаем сейчас. Пахнет она безумно просто сильно пахнет. Даже можно не поджигать, я думаю. Ну, мы подожжем. Вот я чуть-чуть только кончик поджёг. Она сама затухла. Ой, ребят, она пахнет после зажжения совсем иначе. То есть, если запах до поджигания, запах коробки, он такой более мыльный, как мы привыкли, то сейчас он он по-настоящему такой древесный. Ну, неплохо, неплохо. Ну, смотрите, он уже пару минут горит. Слело всего лишь 3-4 миллиметра от всей этой палочки. Вот она какая-то длинная. Дыма достаточно. Я думаю, там на 20 квадратов метров комнату, например, 2-3 минуты будет достаточно, чтобы обкурить. Запах такой, действительно, более древесный. Что-то напоминает возле старого костра потухшего. Но, естественно, с нотами сандала. Сандаловое дерево. Вот это, значит, благовоние вот эти индийские, тайские. И что приятно, запах не мыльный. И он менее яркий. Не бьёт так резко в нос. Проблема в том, что я больше нигде не находил сандаловые палочки. То есть, на рынке я не видел на базаре, чтобы их продавали. В интернете, когда начал гуглить, первое, что мне попалось, это интернет-маркетплейсы. В принципе, магазинов я сначала искал. Какие-то авиауреидические магазины в Ташкенте. Обычно в них продаются. Есть большой выбор ассортимент. Но я не нашёл ни одного магазина. Нашёл только центры авиауреидические, которые там массажи всякие проводят. А чтобы купить сандаловые палочки, не было такого. Так что, знаете вы, где купить. Расскажите про свой опыт использования этих остальных палочек. То есть, нравится вам, как вы считаете. Стоит ли им обкуривать помещение, если есть какие-то неприятные запахи. Для чего вы используете сандаловые палочки. И где вы их покупаете. Я знаю, что наверняка сразу мне подскажут, что есть такое растение под названием Исрык. Который тоже можно сжечь. И у нас, кстати, активно жгут. Для тех, кто не в теме. В Узбекистане есть такая трава, наверняка это трава, по-моему, Исрык. Которую тоже сухую. Продают в букетиках. Ее можно поджигать и тоже ей обкуривать. Помещение разное. Ее часто вешают на входе снаружи дома или квартиры. Для того, чтобы, как я понимаю, как я слышал, отгонять злых духов. То есть, это такое поверье. Ну и плюс, его используют для того, чтобы обкуривать помещение. Вот у нас соседи используют Исрык. Чтобы не пахло в коридоре обувью, которую носят другие наши соседи. Ну, такое решение они нашли. Так что здесь, в принципе, это распространенная тема, но, возможно, не с палочками, а с Исрыком больше. Но запах Исрыка, понимаете, запах Исрыка, он по-настоящему жены травы, я бы так сказал. То есть, если сандаловая палочка, она еще пахнет как-то чем-то там, какими-то благовониями, то Исрык, это по-настоящему, если возьмете там сухую траву какую-нибудь и начинаете поджигать, то это такое вызывает у души этот терпеский запах. Терпеский запах, да. То есть, у него есть специфические ноты у Исрыка утлеющего, но по большей части от него будет сильно першить в горле. Вот я сейчас уже минут 10 это благовонию жгу. У меня вообще не першит в горле. То есть, все отлично. С Исрыка у нас, когда жгут, у нас даже в квартиру проникает этот запах, и от него действительно аж першит, там, гашли хочется. Вот, то есть, это угарный дым такой. А здесь он такой мягенький. Больше про благовоние, что-то действительно. Ну, расскажите про ваш опыт, что вы используете, как вы считаете, насколько это интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь. Он татсат. Да, и еще не забывайте, что он обсыпается. Как я говорил в начале видео, он сильно обсыпается, поэтому будьте аккуратны. Вы можете одежду испачкать, руки испачкать, потрогать потом ими что-то. Поэтому будьте аккуратны. Конкретно от этого производителя палочки, они обсыпаются. Вот, видите, пачкают и обсыпаются. Обычно продается еще отдельно такая площечка деревянная, куда вставляется. Вот, стоит и тлеет. Вот так вот, сандаловая палочка. Но в комплекте такого не было. Кстати, их здесь в комплекте, да, за 30 тысяч сумм. Раз, два, три, десять таких палочек.